с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 23 июня международный олимпийский день 1894 год в париже по инициативе пьера де кубертена образован международный олимпийский комитет или коротко мог мы уже выучили эти три буквы заметив возросший интерес общества к античным олимпийским играм вызванный археологическими открытиями в олимпии кубертен разрабатывает проект возрождения олимпийских игр и выступает со специальным докладом возрождение олимпизма два года старания кубертена увенчались успехом на конгрессе в сарбоне там же где он читал доклад было принято историческое решение решено проводить игры каждые четыре года причем местом первых олимпийских игр современности стали естественно афины в знак преемственности играм древности все проходит летом 1896 года и имеет огромный успех после завершения игр кубертен занимает освободившееся место президента мог сегодня отмечается международный день вдов они подвергаются часто дискриминации во многих странах мира проявления по отношению к ним жестокости зачастую является религиозной или культурной нормой а нарушение их прав остаются безнаказанными этот день для того чтобы всегда помнить об этом также сегодня день государственной службы оон организация считает что все страны и все люди нуждаются в государственной службе которая должна быть компетентной оснащенной и хорошо обеспечены ресурсами еще есть один праздник день балалайки международный праздник музыкантов народников он правда неофициальный но отмечают его все в том числе и профессиональные исполнители играющие на разных русских народных музыкальных инструментах творческие коллективы и просто любители музыканты народники европы латинской америки австралии сша и многих многих других стран и конечно это праздник для всех поклонников настоящих ценителей народной музыки у родившихся в 1889 год в одессе появляется на свет анна ахматова классик русской поэзии сумасшедшая биография достойна романа одного мужа поэта николая гумилёва расстреляли другого искусствоведа николая пунина сослали а ее сына ученого льва гумилёва трижды арестовывали ну а затем ждановская послевоенное постановление о журналах звезда ленинград она же просто на 10 лет вычеркнула имя и обрекло ее на нищету и страдания любопытно что сама ахматова была уверена что у нее есть мистический контакт с пушкиным да да на прогулке в царском селе она отыскала в траве декоративную булавку виде лиры это как известно символ поэтического творчества и она была уверена что ее потерял лично пушкин гуляя там же когда-то анна андреевна часто придумывала какие-то красивые детали говорят сын просил ее поменьше королевствовать но легенда имеет на это право и только совесть с каждым днем страшней беснуется великой хочет дани закрыв лицо я отвечала ей но больше нет ни слез не оправданий 1894 году появляется на свет эдуард восьмой английский первый в истории монарх отказавшийся от трона ради любимой женщины перед самой коронации он увлекается 38-летней американкой уолис симпсон король англии не мог жениться на незнатной женщине к тому же дважды разведенный оставаясь королем меньше года он объявляет по радио об отречении и тут же уезжает во францию где официально женится на своей любимой мисс симпсон 1946 год александр кайдановский приходит в этот мир российский актер и сценарист в 1962 году родился александр любимов российский журналист президент телекомпании вид один из первых ведущих взгляда 1965 год день рождения валерия меладзе он и не думал что станет звездой после школы пошел работать на телефонную станцию а потом поступил в кораблестроительный вуз вместе со старший братом тоже нам хорошо известным константином меладзе именно студенческой группе апрель и начинается его музыкальная карьера настоящее имя валерия валериан именно она значится в его паспорте события дня 930 год рождения старейшего в мире парламента исландского альтинга изначально его посещали вожди племен проживавших на острове заседания проводились ежегодно в течение двух недель в середине июня примечательно что изначально альтинг выполнял две основные функции законодательную судебную то есть одновременно а уже впоследствии он приобрел и другие свойственные современным парламентом 1846 год бельгийский изобретатель адольф сакс запатентовал саксофон в один прекрасный день сакс взял кларнет заменил дерево металлом приспособил более удобный мундштук и изменил сечение сделав инструмент расширяющимся книзу снабдив новый инструмент более прогрессивной гобойной и флейтовой аппликатурой странно но как ему это в голову пришло и зачем при этом сохранилось решение суда в котором говорится что цитата музыкальный инструмент под названием саксофон не существует и не может существовать конец цитаты но ведущие композиторы франции восторженно отзываются о новом саксе 1868 год в этот день кристофер летом шоус из висконсина запатентовал пишущую машинку она была размером с большой стол и печатала только большими буквами при этом машинистка не видела результата своей работы поскольку бумага все время находилась внутри аппарата одним из первых покупателей этого устройства говорят был марк твен его знаменитый роман приключения томасу эра по всей видимости стал первым в мире классическим произведением напечатанным механическим способом 1925 год в ссср одна из высших форм поощрения граждан за наиболее крупные достижения в области науки техники литературы искусства и архитектуры называется ленинской премии она присуждалась с 1926 по 1935 годы и в 1957-1991 годах после распада ссср не присваивается 1941 год постановление совнаркома и цк вкпб о создании ставки главного командования вооруженных сил ссср чрезвычайного органа высшего военного управления осуществлявшего в годы великой отечественной войны стратегическое руководство советскими вооруженными силами 8 августа этого же 41 года переименована в ставку верховного главного командования 1987 год на ленинградском тв впервые выходит в эфир 600 секунд передача объявлена как ни к чему не обязывающий почти сумасшедший эксперимент дилетантов продолжался он довольно таки продолжительное время ну а нам всем запомнился главный автор и ведущий этой программы александр невзоров но еще одно событие в 1888 году во французском городе лиль на праздники продавцов газет впервые был исполнен интернационал вставай проклятием заклеменной выводил конечно же хор рабочих сочинил слова международного пролетарского гимна женпотье гордо именуемый советских энциклопедиях рабочим на самом деле он был чертежником и рисовальщиком владельцем собственного ателье и популярным свое время шансонье музыку написал действительно рабочий токарь пьер де гейтер на досуге сочинявший песни для хоровых коллективов русский текст интернационала который с 1918 года целых 25 лет был гимном ссср написал в 1902 году русский поэт аркадий коц а вот как с французского переводится часть этого гимна электронным переводчиком сегодняшним в интернете постоянно осужденные от голода разум гремит в своем кратере это извержение конца из прошлого давайте стереть толпа раб встань стоя мир изменит базу мы ничто давайте будем всем похоже правда на знакомые слова с вами был николай пивненко в проекте дата